Ольга Синдеркина живет в Крутых Ключах. Каждый день водит внучку на занятия в творческую секцию на мехзаводе. Казалось бы, путь не так уж и далек, но в жаркий полдень дорога сложно дается, рассказывает Ольга. Сегодня вместе с внучкой она оценила новый автобус со встроенной сплит-системой. Потому что такая жара стоит и детям очень жарко, и взрослым, особенно нам пожилым. Ну, по-моему, да, очень шикарно, хорошо. Лишь бы не испортили его. Когда температура воздуха на улице 40, мы сразу говорим о увеличении риска сердечно-сосудистых заболеваний, об увеличении риска осложнений хронических заболеваний. И комфортные условия в автобусе позволят нашим жителям не подвергать свое здоровье лишний раз опасности. Десять современных автобусов марки МАЗ прибыли в Самару и уже вышли на линию. Сейчас они курсируют по одному из самых дальних маршрутов – 67-му. Автобусы работают здесь с утра и до вечера, ходят с минимальным интервалом. Но и вот здесь они будут максимально востребованы, и мы надеемся, что от пассажиров тоже будет самая высокая оценка этих автобусов. Новые машины имеют три двери для входа пассажиров и в целом вместительнее своих предшественников. Вместо стандартных 70 мест здесь больше 100. Автобусы полностью оборудованы для комфортного передвижения маломобильных граждан. На самом деле очень хорошая машина. Вообще компания МАЗ выпускает достаточно качественные цена-качество, достаточно хорошие автобусы. В данном случае мы имеем машину низкопольную. Такой машины у нас в городе еще не было. С точки зрения транспортной безопасности автобусы оборудованы всем, что нужно. Здесь есть камеры, здесь есть два монитора, и у водителя есть тревожная кнопка. Возможно, в будущем такие автобусы будут двигаться не только по 67 маршруту. Это будет зависеть от мнения самарцев. Мы проведем мониторинг и общественного мнения в том числе. Пассажиры нам активно делятся своими мнениями. Это и через со-сети, это и через телефон горячей линии, который размещен у нас в подвижном составе. Они очень активно реагируют на новый подвижной состав. Уже много отзывов положительных. Напомним, в начале лета в Самару пришла партия из 22 новых троллейбусов, также с кондиционерами. Городские власти не исключают закупок дополнительных единиц техники уже в ближайшем будущем. Мария Левина, Сергей Баскин, События.